Хе-хе-хе. Да-да-да-да. Ну, еще один такой вопрос тут появился. Вот Андрей Никулин пишет день назад. Идиот, таких раньше в психушку сажали, а теперь поощряют, чтобы людям голову морочил. Ну, вот смотрите. Людям морочить голову. Вот разберемся сейчас так. Значит, то есть, есть такое понятие, как скрыть какую-то информацию. Ну, в данном случае информацию о голоде скрыть. Ну, если человеку это не надо, он не интересуется. Если это человеку надо, пускай, вот она информация, он поинтересуется, узнает, как это работает. Это очень, очень непростое дело. Вот даже вот трое суток я сижу, тут рассказываю на голоде. В голове, будем говорить, ну, как бы сказать, некая там слабость. Чувствуется небольшой там подъем температурки. Сохнет там во рту. Если, конечно, выйду на улицу, пройдет, то сразу все это исчезнет. То есть, это непростое дело. И чтобы человек понимал, что это непростое дело. Что его ждет. То есть, различные знания. Пожалуйста, обращайтесь. Вот оно. Ну, я же не говорю, что с помощью голода вы там станете миллиардерами, допустим. Нет. Поэтому я не морочу голову, да? Так, психушку сажали. А психушку сажали, вот интересно. Потому что вот общество, вернее, даже не общество, а власть, которая в данный момент руководит обществом, она заинтересована в том, чтобы какие-то знания, которые идут в разрез с концепцией этой власти, пресекались, чтобы их не было. И те люди, которые начинают там рассказывать вот это, вот это, вот это, вот это, значит, их действительно надо сажать в психушку, потому что они по своему складу сознания идут в разрез с тем сознанием, которое они вот формируют. Формируют, вот, допустим, потреблять, есть, зарабатывать, вплоть до того, что за счет вот этого зарабатывания можно различные подлоги делать, воровать, убивать и так далее, и так подобное. И в результате получается, что, чтобы говорить, вот общество, вот такие вот люди, такие люди, которые стоят у истока вот этой вот власти, они, может быть, не заинтересованы в этом. И, естественно, для них вот такие люди враги в первую очередь. И если взять, и если взять уж по большому там счету, Иисус Христос был враг, потому что он шел против той религии, которая была. Порфирий Корнеевич враг советской власти, потому что он тоже что-то тут не то говорил, а в советской власти не нужны такие люди. А жизнь – это явление широкое, явление многоплановое. И даже трудно сказать, где человек более человечный, когда он, допустим, сам там голодает, когда он сам совершенствуется, когда он никому не мешает, когда он живет здесь за счет своего труда, и все, а не за счет того, что что-то там я вырублю тайгу, там продам. Вот, а эти людишки мне тут не нужны, которые чем-то тут занимаются. Видите, тут уже подключается философия. Вот я как-то говорил насчет философии. Это такая вещь, которая направляет философию мировоззрения. Она может направить в правильное русло, может во вредное русло. А сейчас у нас такая философия мировоззрения преобладает в обществе, что люди лишние, можно на них атомные бомбы сбросить. Но это уже совсем другая история. Я думаю, не здесь нам ее разбирать.